Какую самую большую ошибку вы допустили, будучи подростком? Не был сильно общительным. Сейчас мне 25, и я нихрена не понимаю, как заводить друзей. А я в подростковый период общался со многими, но к 20 годам потерял интерес к тому, чтобы прилагать к этому много усилий. Я просто перестал заботиться о том, что... У меня так же после подросткового периода меня настигло какое-то это... Такое, что я ни с кем особо не знакомилась и не общалась. Что думают обо мне другие. И понял, что со многими из друзей, которые у меня были, нас связывали поверхностные отношения, и им на меня наплевать. Это довольно непросто, и сейчас я хочу сосредоточиться на тех вещах и людях, которые для меня важны. Я слишком была вовлечённой в дружбу и думала, что это взаимно, но по факту, на самом деле, мне стоило проще ко всему относиться. Да. Ну, когда взрослеешь, начинаешь немножко это... Анализировать. Анализировать, менять приоритеты, задумываться. Умнеть, одним словом. Ну да. Не понял намёка на то, что моя подруга, прекрасная Патрисия, хочет быть чем-то гораздо большим, чем просто друзьями. Начал курить. Боялся девушек. Не понимал, что они тоже обычные люди, которые просто хотели веселиться и нравиться другим. Они были таинственными и пугающими, и я потерял много лет, будучи застенчивым и робким. Лол, да, в эмоциональном плане я осознал, что женщины тоже люди, когда услышал цитату Джорджа Мартина, которого спросили что-то в духе. Как вам удаётся так хорошо писать женские образы? И его ответ был. Ну, я всегда считал женщин людьми. Мне показалось, что это самое большое... И это, об этом я тоже всегда говорю, о том, что когда плохо прописаны, хорошо прописаны персонажи. Я не понимаю, что с людьми не так? Кто считает женщин вообще не людьми? Я всегда боялся девушек... Не боялся девушек. Я боялся всё время сделать первый шаг и подкатить, потому что боялся быть отвергнутым. Не потому что я боялся конкретно девушек. Я конкретно боялся всегда отказа. Я был очень застенчивый. Типа, не умел общаться с девушками. А тут такое ощущение, что какими-то инопришеленцами женщины... Ну, мужчины тоже самое относятся, да. Некоторые женщины считают какими-то мужчин какими-то сверхлюдьми. И поэтому и относятся к ним странно, и порой слишком много от мужчин требуют, или наоборот требуют от них слишком мало, потому что относятся к ним как к животным каким-то. В человеческом плане, помню, я думал, что девушки считают секс мерзким, и мне придётся тратить своё время на то, чтобы пытаться убедить девушку переспать со мной. Что, очевидно, нельзя назвать уверенным шагом, и, следовательно, ничего привлекательного... Печально. Действительно, только мужчины же получают удовольствие от секса. Ну, это потому что эти стереотипы нам это навязывают. Ну, там нет. Я усвоил этот урок, когда, если рассказывать короче, в шутку спросил девушку, не хочешь поиграть с моей сосиской, держа в руках пластмассовый игрушечный ходок. А она не поняла шутки и начала гладить мою промежность. Мне потребовалось некоторое время, чтобы всё осознать. Но после того, как я понял, о боже, женщинам тоже нравится секс, то начал пользоваться большим успехом. Короче, шутканула, а в итоге подкатил, получается, и она его схватила за яйца. Ну, видишь, у нас с тобой есть кое-что вообще, мы оба любим секс, да? Да. Завёл общий банковский счёт с девушкой, когда мне было 19. Я взял у дяди покататься красивый отреставрированный ретро-автомобиль, когда у меня не было прав и его конфисковали. Недостаточно ухаживал за своими зубами. В подростковом... Да, я поражаюсь, как некоторые люди иногда забивают на гигиену рта, да и, в принципе, на свою гигиену. А потом, а чё, я лысый? А чё, я прыщи или ещё что-то? А чё, у меня зубы повыпадали? В таком возрасте я был довольно негативным человеком, но пытался выдавать это за сарказм. Я каким-то образом стал единым целым с этой странной маской, где я высмеивал почти каждую мелочь, не понимая, что этим я причиняю боль своим друзьям. После школы я во многом вырос, и мне немного грустно из-за того, что я не поддерживаю связь со своими старыми друзьями. Возможно, сегодня я понравился бы им больше, чем тогда. Важно то, что ты смог осознать... Многие ребята, подростки, не понимают, что то, что они токсики, это вредит прежде всего им самим. Ну да. Вот, если на каких-то этапах могут быть какие-то вещи и шутки прикольными, считай, которые на грани, но если ты себя постоянно так ведёшь, то людям просто становится неприятно с тобой общаться, и создаётся некомфортная атмосфера, и они постараются тебя отдалиться. И вообще, не надо путать жёсткое остроумие с такой социопатической направленностью того, что ты как бы не понимаешь, когда время и когда место шутить, когда, знаешь, когда чернуху всякую пишут под постами с трагедиями или что-то такое, думаешь, что они до хера остроумны. Вы не остроумны, вы долбоёны! Да, ещё ты читаешь, и такой, ты совсем долбоёб. Быть эмпатичным, быть воспитанным, это нормальные качества человека. А быть в противоположной крайности, это показывает себя идиотом просто. Это не быть крутым, абсолютно. Ну, либо показывает себя психопатом. Это тоже. Свои ошибки и извлечь из них уроки. Ты повзрослел, и они тоже сыграли в этом свою роль. Я уверен, они были бы рады видеть, каким человеком ты стал. Когда мне было 18, просто назло своей матери, я вышла замуж за 40-летнего мужчину, который три года за мной ухаживал. Ноль из десяти не рекомендую. У меня вопросы к этому мужику. Он совсем юбобо? Ебать, то есть он начал ухаживать за ней, когда я была 15? Капец. Все, что нужно знать о браках с огромной разницей в возрасте. Не, единицы какие-то могут быть, конечно, исключением. Но никогда 18 и 8. Там еще мозги рядом не пробегали. Но я же говорю, нет. В любом случае всегда есть исключения из правил. Я к тому, что не стоит эти исключения делать как вот, смотрите, вот оно уже у них хорошо. Исключение из правил есть всегда, и по ним равняться не стоит. Никогда не хватало смелости ухаживать за девушками или спросить совета, чтобы узнать, как это делать. Старался быть более взрослым. С детства гордился тем, что был чрезвычайно умным человеком, который был выше таких вещей, как мультики и игры. Конечно, мне все это нравилось, но я отчаянно пытался это скрыть. Хотя абсолютно всем было наплевать. То есть был типичным дебилом, который... Ну, только он был в детстве таким, в подростковом возрасте. Таким типичным дебилом, которым становятся некоторые люди, когда им становится 20-25, типа. Такие, ну и все, типа. Ой, да, ты все еще в игрушки играешь. Я вот уже не играю. У меня вот есть жена, муж, тебе пятеро детей, одного родил я сам. Это взрослая жизнь. Да, ты вот это в свои мультики смотришь и в игрушки играешь. Да, да, да. Ну да, ну да, ну я не знаю. Я хочу развлекаться, отдыхать, делать то, что мне нравится. 5 кредитов, 7 детей, а вот ты дальше сиди там свои думы и тернул играй. В то время, как все мои ровесники скрывали вкладки с фильмами для взрослых, я скрывал вкладки с летсплеями по Майнкрафт. Несмотря на то, что сейчас я старше и знаю, что остальным все равно, я все еще ловлю себя на том, что закрываю вкладки с мультиками и ставлю игру на паузу, когда кто-нибудь пытается посмотреть, чем я занимаюсь. Не могу от этого избавиться. Обычно я просто заставляю себя возобновить то, что делал. Но есть ощущение, что мне было бы лучше, если бы в детстве у меня не было желания доказывать что-то другим. Понимаю, мне все еще хотелось возиться с куклами, какие-то приколы для них делать, но все вокруг говорили, что раз мне 14, я уже слишком взрослая. И поэтому даже если я начинала, ну, раскладывала все, начинала там с ними возиться, когда кто-то ко мне подходил, у меня тут сейчас же пропадало желание этим заниматься и интерес. Мне становилось, типа, стыдно. А это совсем не то, чего стоит стыдиться. Даже на самом деле просмотра порно не стоит стыдиться. Ну, это спорный уже вопрос. Не, ну там смотря какое порно. Ну, по факту да, просто банально другим людям может быть неудобно это увидеть. Но постыдного в этом нет ничего. Я вот скорее к этому. Типа, его смотрят большинство на планете людей. Была бунтаркой. Мои родители постоянно обвиняли меня в непокорстве и дебоширстве. Несмотря на то, что я занималась в огромном спортивном клубе на стипендию, участвовала в школьных советах, посещала факультативные занятия, такие как оркестр и искусство, за что всегда получала награды. Средний балл у меня был 3,6 из возможных четырех. И я была первым человеком в моей семье, кто поступил в большой университет и еще много чего. Это ее родители такие конченые, что типа, ой, у нас вот девочка идеальная, прочее, прочее. Но мы не будем ей говорить, какая она хорошая, умница, красавица и молодец. И вообще прекрасное дитё. Мы будем говорить, что она гнида, тварь, мудила, шлюха, блять. И бунтарка, чтобы она только становилась лучше. Это, честно говоря, отвратительное поведение. Это на самом деле грустно. И, допустим, вспоминаю свою юность. Я почти никогда не опаздывала домой, если мне надо было к определенному времени быть дома. И да, я приходила в определенном возрасте и выпившая. Вот, потому что я общалась в такой компании. И я это как бы не одобряю ничего. Но отношение ко мне было такое, как будто я дома не ночую, мужиков каких-то вожу, по притонам ширяюсь. И постоянно-постоянно меня поносили за то, что я позорю свою семью. Вот, при этом за глаза мама везде хвасталась, какая я, типа, классная, в олимпиадах побеждаю. Такие у меня хорошие оценки по гуманитарным предметам. И вообще. Это... Какая я хорошая дочь, там, типа, в магазин хожу, готовить умею. Типа, и т.д., и т.п. А дома я всегда была ленивая, засранкой. Это максимально уёбское поведение. Ублюдское, я бы сказал. Нет, я до сих пор не могу этого простить. Потому что у меня некоторая дисфория к себе сохранилась. К тому, что я никогда не смогу сказать, что я нормальный. Или какой-то хороший человек. Или с какой-то нормальной, порядочной юностью. Я никогда об этом не могу сказать. Потому что в какой-то момент во мне что-то сломалось. И я не могу к себе относиться. Я не знаю, как я выгляжу на самом деле. По внешности. Типа, достаточно ли я конвенционально красивая. Я не знаю, нормальный ли я член общества. Вот. Не опустившаяся ли я. Я не могу этого точно сказать из-за этого. Ко внешности тоже, конечно, приложили руку. А ещё у этого есть другая сторона. Ребёнок, который вот абсолютно во всём нормальный, спокойный, хороший. Может начать действительно творить вот эту всю херню, в которой его обвиняют. Так и есть. И которую на него вываливают. И кто-то может начать там по мелочи творить. А кто-то может уйти в абсолютно все тяжкие. И потом он действительно уже будет наркоманом и прочим-прочим. Просто я не понимаю вообще, зачем так делать. Это очень странно. У меня было в какое-то время отношение, зачем мне что-то делать, если я всё равно плохая. Ну, как бы понимаю. Я провела свою... Не в том смысле, что у меня было так же. Меня вроде не гнобили. Хотя мне выдавали другую... Выдавали херню, что ты сидишь играешь в игрушки. Посидел бы, попрограммировал. Ты же на программиста учишься. Зачем ты сидишь отдыхаешь? Ну да, действительно. Ежесекундно же я в жизни хочу работать. Только этим хочу заниматься. Меня обижало всегда. И до сих пор меня это обижает. Что все мои недостатки и все мои проёбы преувеличивались до космических масштабов. А все мои заслуги, за которые я бы хотела получить похвалу. Потому что похвала, она всегда приятна. Ну, как бы да. Они игнорировались. Я прямым текстом говорила. Ну, скажите вы хоть что-нибудь. Вот я вам оценки хорошие принесла. Хорошие что-то. Лишь там я что-то сделала, вкусно приготовила, посуду намыла. Я говорю, а я хочу, чтобы меня похвалили. Один раз меня похвалите, пожалуйста. А что тебя хвалить? Действительно, мотивировать ребёнка. Зачем? И мама до сих пор не понимает, что что-то не так. Когда она говорит, я тебя родила для того, чтобы ты мне помогала. Ну, простите, мы живём не в 18 веке в крестьянской семье, где так и было. Рабство у нас тоже как бы отменено. Вот. И, с другой стороны, мой брат из-за того, что в 17 лет пошло работать, тоже себя подобным образом чувствовал. Поэтому всё время говорю тебе, что ты вкусненько готовишь, хорошо готовишь. Переживает, что травит меня. Я очень падкая на похвалу, серьёзно, абсолютно. А если меня начинают даже за дело критиковать, иногда даже, когда за дело критикуют, у меня руки опускаются. Человеком в моей семье, кто поступил в большой университет и ещё много чего. Я провела свою школьную жизнь, разрываясь между плачем, отвращением к себе и мыслями о самовыпиле, когда могла бы веселиться и наслаждаться своим детством. Я потратила слишком много времени, задаваясь вопросом, почему мои родители меня не любят, вместо того, чтобы что-то с этим сделать и перестать их уважать. Оглядываясь на прошлое, как я обращался с одной девушкой. Я был жесток и эгоистичен. Сейчас мне 50, и это всё ещё причиняет мне боль. Пытался быть тем, кем я не являюсь. На самом деле, я больше беспокоюсь о тех ошибках, которые не совершил. Ошибаясь, ты узнаёшь о жизни. Я слишком глубоко погрузился в свой панцирь, вместо того, чтобы весело проводить время. Я даже не сделал ничего, что можно было бы квалифицировать как ошибку. Просто ничего. Ходил в школу, учился, спал, а потом всё заново. Не ходил ни на вечеринки, ни на мероприятия. И знаете, я только сейчас осознал, насколько важными были подобные вещи. Они были важными, все эти вылазки, всё это общение, все эти тусы, куда мы там ходили, общались, где-то лазили, ездили, бегали купаться. Сейчас уже ничего этого не хочется, если честно. У меня зато из-за того, что я постоянно пыталась тусить со сверстниками, ну, не только со сверстниками, постоянно общаться, у меня сейчас нет ощущения, что я что-то упустила. Не, иногда хочется потусить ещё что-нибудь такое, но фактор того, что взрослые люди, у которых куча дел, задач и прочего-прочего, банально даже по времени ты не можешь так заниматься этим и делать в том количестве, в котором ты мог это делать в подростковом возрасте. Например. Вот, и таких вещей, ну, таких вещей, как, допустим, компьютерные игры, у меня тогда не было, хотя я бы, думаю, была бы счастлива, если бы были. Или там доступ к куче фильмов и сериалов. Сейчас, благо, я могу это наверстать, поэтому я делаю это с удовольствием. В 2011 году продал другу биткоина на сумму 200 долларов за билеты на музыкальный фестиваль. Не понимал, что родители не очень-то справляются с моим воспитанием и подготовкой ко взрослой жизни. И думаю, что, наверное, я должен был взять всё в свои руки. А, ещё какую ремарку хотела сделать. Многие, я думаю, уже создали образ меня как человека, который бесконечно обижен на своих родителей. Но, на самом деле, у меня есть осознание, что, несмотря на все проблемы и ошибки, они всё-таки пытались быть теми родителями, которые, ну, порядочными, хорошими людьми. Они старались... Да, у меня негатива много осталось от моего детства, но в то же время я не могу сказать, что они, типа, мрази жили только для себя. Это вообще нет. Абсолютно. Будучи в крайне стеснённой ситуации, они пытались сделать всё, чтобы мы выросли нормальными людьми с братом. Всё-таки. Ты не несёшь ответственность за ментальное состояние другого человека, и ты имеешь право сказать, что над тобой надругались. Не, я понимаю, конечно, что то, что сделала её мать, все дела, это, типа... Я раньше просто говорил, что все вот люди слабаки и прочее, и то-то, то-то, но это реально выглядело как какая-то трусость. Взяла просто-напросто. Вместо того, чтобы помочь дочери начать в этом разбираться, она взяла, получила, грубо говоря, понятное дело, не по своему желанию, но, типа, как будто бы она травмирована, и ей хуже всего в этой ситуации, и такая, просто взяла и бросила дочь. В итоге вообще одну. В такой тяжёлой ситуации. Я иногда не понимаю, зачем люди рожают детей. Типа, нет, я понимаю, что у людей всякое в голове, но, блин, тебе надо бы в этот момент собраться. Не с тобой это случилось, это случилось с твоей дочерью. Судя по всему, вся её жизнь вертелась вокруг этого человека. И разочаровавшись в нём, она полностью разочаровалась в жизни, и, соответственно, интересы к дочери особо вообще у неё. Ну, возможно, да. Возможно, у человека были уже долгое время ментальные проблемы, и, возможно, даже из-за абьюза этого самого человека. И всё много... Либо и все эти все варианты, это всё взаимосвязано. Я немного не понимаю, как можно бросить своего ребёнка, особенно в такую ситуацию. Возможно, я не прав, но как бы... Это всё происходит, что на самом деле... Потому что родители и дети на самом деле не близкие люди друг к другу. Хотя это как бы парадокс. Смысл в том, что я считаю, что это очень несправедливо по отношению к своей дочери она сделала. И её дочь вообще ни капли никак не виновата в том, что она рассказала. Она, блин, ребёнок. Она имела полное право рассказать, чтобы защитить как бы себя, чтобы получить защиту от своей матери. И она... Понятное дело, что она жалеет, потому что она мать потеряла. И это в любом случае грустно. Но это факт, что человек травмировался дважды. Да, это раз. Во-вторых, возможно, если бы она это не рассказала, всё это продолжилось бы. И тогда на месте матери оказалась бы она. Да. И промучилась бы гораздо дольше. Да. Так, ну, как бы, да. А поведение матери, ну, блин, да. Там причин очень много разных может быть. Ну, а ещё можно делать поправку на менталитет. Если это, например, азиатская семья, то это могло быть вообще не связано с ментальными нарушениями, а связано с... Позор. Да, с установкой на то, что это позор для семьи. Сейчас бы париться... Нет, в некоторых, да, есть. Как говорится, это париться бы о позоре семьи больше, чем о... Ну, опять же, в здравом уме в современном мире такие решения не принимаются. Ну, как бы, да, многие не могут рассказать. Эту девушку очень жалко. Угу. Не сбросила вес сразу. Я знаю, что это может показаться глупым, но будучи подростком с избыточным весом, я стала изгоем везде. Дети и взрослые бывают очень жестокими. Моя самооценка была на нуле. Я сбросила лишние килограммы намного позже, и мне жаль, что я не сделала этого гораздо раньше. Ну, блин, как у тебя появилось осознание, и как у тебя появились силы, так ты и смогла сбросить. Возможно, как раз-таки потому, что те самые дети и те самые взрослые из твоей жизни ушли. И появились правильные люди. Я, например, жалею, что плохо относилась к своему телу и считала его отвратительным. Хотя на самом деле ничего плохого в нем не было. Вот. Из-за этого у меня началось... Ну, и из-за мнений окружающих у меня началась дисфория, и я вообще не понимаю, как я выгляжу. Даже я не понимаю, куда я набираю вес, когда я сбрасываю только по одежде. Вот. Я не понимаю, хорошо я выгляжу или плохо. Ну, естественно, сбросы набора веса повлияли на мое здоровье. И самым лучшим образом. Во времена, когда я была просто юной хулиганкой, я решила поздно вечером проехаться на машине. Была приятная прохлада, я ехала на мощной тачке. Мустанг 5.0 с турбосистемой все-таки силен. Я гнала со скоростью 160 км в час, время от времени переходя на гораздо большую скорость. Подъехав в городу, я увидела полицейский блокпост. Примерно в то же время я заметила мигалки где-то в полутора километрах позади себя. Я была уверена, что к этому моменту они уже не могли меня идентифицировать, поэтому рванула вперед. Немного погоняла и ускользнула от них, но ненадолго. Короче говоря, все дошло до того, что выбор был или разбить машину, или сдаться. И я решила сдаться. В конечном итоге попала под статью за то, что скрывалась от полиции на транспортном средстве за создание угрозы жизни и еще парочку обвинений. Мне тогда было 19 лет. Сейчас мне 33. Я инженер, замужем за замечательным человеком, с которым, к сожалению, я не могу иметь детей. Мы рассматривали возможность усыновления, но поскольку один из нас бывший преступник, это обречено на провал. Даже так. Печально. Не думал, что 19-летнего с учетом того, что ничего не случилось. У них нет понятия погашенной, что ли, судимости? Ну, вообще да. Ну, и как бы она была... Она 19-летний подросток считает. Ну, как бы... Не считая подросток. Она подросток, это раз. Во-вторых, она гоняла, да, быстро гоняла, но все же ничего же не случилось. И типа, если это был первый раз, обычно бывают какие-то снисхождения. Ну, видать, удачи не было ни на ее стороне. Так-то я ни в коем случае не оправдываю гоняния на большой скорости и прочего. Это было максимально неумно. Потратил большое наследство, которое получил в 2009 году, когда мне было 18 лет. Сейчас я мог бы владеть недвижимостью. Футбол в старшей школе. Мой врач советовал мне им не заниматься, но мне было 14 лет, и я знал лучше. Четыре года издевательств над своим телом не стоили того, что я получил в результате. Сегодня мне 33, и я каждый день просыпаюсь с затекшей шеей. На моем правом плече куча рубцовой ткани. В локте костный обломок, моя челюсть щелкает, если открываю слишком широко. А когда становится холодно, у меня болят оба колена. А еще у нас была отстойная команда. Вообще грустно. Да. Заставил себя влюбиться в девушку. Ее я не любил, я был влюблен в идею иметь девушку. Если быть честным, она совершила ту же ошибку. Она меня не любила. Это были плохие отношения. Возможно, у вас и не было любви. Вы просто были в отношениях. Бывают отношения, которые непонятно, зачем происходят. Ну, блин, многие через это проходят. Ну, да. А еще многие проходят через отношения, которых один абсолютно предан, как собака, а другой непонятно, чем занимается в этих отношениях. и многие через это проходят. И это тоже как бы этап, который ценность себя помогает осознать. Кому-то да, правда, кому-то нет, к сожалению. Да. Я же говорю, возможно, у них и не было любви, и он заставил... Невозможно заставить себя любить. Вы просто имитировали любовь. Ну, так и есть, он так и сказал. Он, видимо, просто очень много времени на эти отношения потратил. ...вести половую жизнь, что привело к ошибкам и слишком ранней беременности. А потерять ребенка, когда ты сама ребенок, это слишком. До сих пор не уверена, что я от этого оправилась. Моя самая большая ошибка в подростковом возрасте, мне нужно было быть к себе добрее. Подростковые годы были одними из самых трудных в моей жизни. Надеюсь, травма за травмой, разочарование за разочарованием, и я всегда во всем этом винил себя. Только недавно я смог оглянуться назад и осознать, что на самом деле это была не моя вина. Я сделал гораздо больше, чем сделало бы большинство людей, оказавшись в моей ситуации. И даже если у меня были ужасные подростковые годы, это не отражение того, кто я есть, а скорее отражение того, через что я прошел. Так гораздо легче смириться с тем, что ты потерял эту часть своей жизни. И жаль, что раньше у меня не было такого взгляда на вещи. Есть вещи, на которые ты не можешь повлиять, как бы ты не хотел. И если ты пойдешь на компромисс, ты не знаешь, что другой человек, с которым ты в контракт, пойдет на компромисс. Иногда лучше прервать эту связь, какой бы она ни была, и отпустить. Не занималась тем, к чему у меня страсть, когда был тот возраст, здоровье и время. Сделала неудачный бэкфлип на батуте. Что относительно... Сломала себе что-то. Походу. ...как к обязанности, а не как к возможности. От того, как ты воспринимаешь свои школьные годы, сильно зависят не только социальные, но и экономические успехи, как и личное развитие. Вещества. Лучше бы я никогда к ним не прикасался. Сигареты, окси, травка, все из этого. Я принимал практически все, что только можно придумать, и был зависим от четырех различных видов веществ. Они разрушают жизнь, и не имеет значения, насколько невинными они кажутся на первый взгляд, или насколько незначительными они могут быть для физического и психического состояния. Они тобой завладевают, и следующее, что ты осознаешь, что прошло уже семь лет, а ты все еще ведешь себя как подросток. Ты приходишь в себя, когда у тебя небольшой перерыв трезвости, и оглядываешься назад, не видя ничего, кроме сожаления, разрушенных отношений, и своей апатии к людям в твоей жизни, и плачешь. После этого я плакал несколько месяцев. Я потратил так много времени впустую и так мало заботился о чем-либо, кроме своего следующего кайфа. Ребята, не употребляйте вещества, они ужасно коварны. В одну минуту вы думаете, что это просто для удовольствия, а в следующую чувствуете потребность. Не всегда это физическая потребность, а эмоциональная и психологическая, которая вторгается в каждый аспект вашей жизни и мешает вам ей распоряжаться. Она разрушает свободу, а не дает ее. Это тюрьма, созданная самим собой. В старших классах у меня были онлайн отношения с девушкой, которая порвала со мной после того, как я прилетел к ней в гости. Эти годы я могу провести встречаясь с девушкой, в которую был влюблен с пятого класса. Заебись. Понимаю. Оференные онлайн отношения. Какой вообще был смысл? Типа, вы не видели друг друга или че? Эх, а вообще онлайн отношения довольно странная штука. и очень сомнительная. Ну, типа, если они долгие. Там, если вы там познакомились месяц и потом увиделись, это одно. А если вы там общались годами, а потом в итоге приехали, я так понимаю, все равно может быть и разочарование, и неумение общаться вживую и прочее. Я слишком серьезно воспринимал подростковые стереотипы. Например, я думал, что в настоящей жизни все как в фильмах для подростков. Все спортсмены тупые придурки, ботаны, умные девственники и так далее. Мне потребовалось постыдное количество времени, чтобы понять, что люди есть люди и что я оставил себя в строгие рамки, назначая себе роль. В детстве меня... Понимаю. В жизни по факту нет ролей. Как таковых. Это не игра. А в фильмах для подростков и вообще в фильмах существуют архетипы. Вот и все. В жизни таких архетипов нет. Часто дразнили. Я был пухлым и неловким в общении. Когда я стал подростком, я сильно вытянулся и похудел. Но ущерб, который был нанесен моей самооценке, никуда не делся. Однажды, когда я учился в 11 классе, я сидел в кафетерии. За столом дальше позади моего места сидела группа девочек, которые смотрели на меня и хихикали друг с другом. Одна из них передала мне записку, в которой было написано «Ты мне нравишься, мое имя», но оно было написано неправильно, обычной ошибкой для моего имени. Я бросил записку обратно и холодно сказал «Ты неправильно написала мое имя». Встал и ушел. То есть он был пухлым парнем, у которого не уделяли внимания и прочее-прочее. Тут ему понравился, девушке, она решила к нему подкатить. А он повел себя как мудак тупой. Очень странно. «Обратно и холодно сказал. Ты неправильно написала мое имя. Встал и ушел. Боже, после этого я чувствовал себя таким мудаком. Я думал, они надо мной издеваются, заманивают в ловушку, где я приударю за одной из них и они вместе будут надо мной смеяться. Но... Ну, в принципе, да, я тоже об этом думал. Но все-таки, мне кажется, стоило это как-то все равно более мягко съехать. А мало ли, вдруг это не ловушка. Но, видимо, его очень сильно болили. Поэтому он так агрессивно отреагировал. «Я действительно понравился одной из них, а может и всем. И все они были очень милыми. Я просто уничтожил эту девушку». Косяк, че я могу сказать? Спасибо за просмотр. До скорого.